Новые принципы управления и новая структура органов власти. Сегодня состоялась вторая внеочередная сессия собрания депутатов. В повестке дня два вопроса о назначении новых заместителей губернатора. Это процедура, первые шаги в кардинальное изменение системы управления регионом. Главным образом она направлена на эффективность Валентина Чибичика о ближайших и кардинальных переменах в структуре исполнительной власти. Вторая внеочередная сессия инициатива губернатора. После обсуждения населением, депутатами и органами исполнительной власти долгосрочного плана развития региона, который получил название «Концепция-2025», стало понятно, что одна из проблем округа – огромный и практически неуправляемый штат чиновников. Перед сессией Игорь Кошин зачитал сообщение и представил свое видение структуры органов исполнительной власти. У нас должна быть выстроена прозрачная структура управления. У нас структура управления должна быть управляемой. И самое важное – должна быть отмечена персональная ответственность за принятие решений и за их обязательную реализацию. Чтобы воплотить эти три важнейших принципа в жизнь, меняется сама система управления регионом. Для наглядности губернатор привел некоторые цифры. В период с 2009 по 2014 год в структуру администрации округа входили 22 органа исполнительной власти и 8 заместителей главы администрации. При этом только один из заместителей был руководителем управления, то есть нес персональную ответственность. С апреля 2014 года количество заместителей уменьшилось до 7. Два из них стали руководителями управлений. Для эффективного менеджмента Игорь Кошин предлагает департаментную структуру органов власти. Управления, инспекции и комитеты остаются, но становятся подведомственны определенному департаменту. В результате реформы общее количество органов исполнительной власти снизится с 22 до 12. Новая структура управления регионом – это администрация округа, 7 департаментов плюс 4 самостоятельных управления, государственного заказа, государственного регулирования цен и тарифов, контрольно-ревизионный комитет и госстрой-жилнадзор. Руководителями департаментов будут заместители губернатора, два заместителя не будут возглавлять органы исполнительной власти. Проект новой структуры пока не утвержден, детали будут согласовываться с депутатами. Я думаю, что всех будет волновать вопрос по количеству чиновников в Нейско-Автономном округе. На сегодняшний день у нас есть два варианта собранной заявки со всех органов исполнительной власти. Это одна цифра. И также есть постановление правительства Российской Федерации. 2 октября 2014 года, это уже больше для наших руководителей органов исполнительной власти, утверждена методика расчета норматива формирования расходов на содержание органов государственной власти, субъекта Российской Федерации. На сессии депутаты единогласно поддержали кандидатуру двух заместителей – Владимира Бланка и Галины Медведевой. Нынешний заместитель по инфраструктурному развитию теперь будет курировать финансово-экономическую сферу округа. В первую очередь из краткосрочных задач – обратить внимание на вопросы, связанные с сбалансированностью бюджета, расстраиванием правильной сбалансированной политики. Мы прекрасно представляем, что страна и весь мир сегодня находятся в очень непростой ситуации. И бюджет имеет, как и наш бюджет, так и бюджет страны, имеет определенные риски, связанные с потерей доходов. Галине Медведевой отведен социальный блок – образование, культура, здравоохранение. Чтобы человек, проживающий на селе, проживающий в городе, не ощущал себя оторванным и чувствовал, что у него одинаковые равные права в получении всех услуг – что в образовании, что в культуре, что в здравоохранении. Остальных заместителей губернатор вынесет на рассмотрение депутатов 7 ноября. На очередную сессию утвердят еще семь кандидатур. После назначенные руководители начнут формировать департаменты, новые для Ненецкого округа формы управления.